А есть ли разница в отношении к верующей и неверующей матери? Что касается верующей и неверующей матери, права матери остаются. Права матери остаются, будь она верующей или неверующей. Однако, если мать является неверующей, понятно, что мы должны ненавидеть неверие. Мы должны ненавидеть неверие. Неверие, которое есть в человеке, мы ненавидим. и греховные деяния мы ненавидим. Однако остается то, что этот человек является матерью. Поэтому следует относиться к этому человеку как к матери. И она имеет право матери. Если же она призывает к тому, что является запретным, то запрещается подчиняться родителям, если они призывают к тому, что является запретным. Как это привел имам Ахмад в своем муснаде, нету подчинения творению, в ослушании Творца, как это привел имам Ахмад в своем муснаде. Нету подчинения творению, в ослушании Творца. Аллах Всевышний говорит, если же они будут усердствовать, чтобы ты предавал мне всетоварищей то, на что у тебя нету знания, не подчиняйся им. Однако в этом мирском будь с ними как подобает. То есть не надо порвать отношения, не надо ругаться, не надо кричать. Просто не делай запретное. Но подчиняйся им во всем остальном. И относись к ним мягко, как подобает к родителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok